Всем привет, меня зовут Мируша, и в этом видео я буду говорить, почему в России становится все меньше красивых девушек и женщин. Ведь все знают, что в России всегда были самые красивые женщины. Они есть и в других странах, просто если говорить о большинстве, то Россия всегда была на первом месте. Но западная мода просочилась и к нам, поэтому одно, два, три тату сейчас можно встретить у женщины на теле. И у мужчин срабатывает такой стоп-сигнал, такая красная кнопка загорается, что с этой женщиной может быть что-то не так. Мужчины даже не желают знакомиться и узнавать такую женщину. Я сегодня поговорю об этом. Почему так происходит? Ведь многих мужчин это отталкивает, женщины неужели этого не понимают. И вообще, что касаемо тату, очень такая жесткая критика со стороны мужского пола, потому что всегда ценилась женщине нежность, естественность, натуральность, что, собственно, и осталось желанием для мужчин во внешнем виде у женщины. Также я поговорю сегодня не только поверхностно, как женщина тоже ругается матом, например, это очень сильно отталкивает мужчину. Почему так происходит? Какой-то внешний вид разберут, это мешковатость женщины, которые тоже сейчас одевают какие-то топики, потому что модно, там, все тело наружу, и она идет по улице, да, и все могут смотреть на это тело. Или, наоборот, одежды, которые не подчеркивают фигуры, волосы такие серо-буро-малиновые, там, все цвета радуги. Ну, волосы, ладно, это еще, там, может, у молодежи, да, более повзрослее женщины все-таки уже перестают это делать. В общем, да, вот сегодня вот такие вот признаки, ну, курение, да, еще очень сильно отталкивает мужчин. Курение, то, что абсолютно не связано с тем, что женщина может быть будущей мамой или уже является ей. Знаете, проблема современного общества сейчас — это потеря смыслов. Вот, вообще, тату, я начну с него, потому что, как я уже сказала, да, самая жесткая критика — это по отношению к тату, набитая на теле женщины. Тату, если почитать историю, конечно, те, кто идут в салон набиваете, они, конечно, может быть, историей не интересуются. Но тату просто так раньше не набивали. Раньше делали это со смыслом, например, почему такое было в сознании, что тату — это какая-то исключительность. Ведь это, вообще-то, было всегда со смыслом, и могли это делать только знать. Там, в Египте, например, да, только фараоны, вот если по мумиям посмотреть, да, которые сохранились. То есть, это вот какие-то там в Китае тоже. Поэтому, может быть, изначально это казалось, если ты набиваешь тату, то какая-то уникальность предается тебе, да. Но, по сути, все это превратилось в то, что люди стали как из инкубатора, все одинаковые. И в том числе женщины. Сейчас, чтобы быть непохожим, как раз нужно не иметь тату, и мужчины очень это ценят в женщине. Я не хочу ни в коем случае никого обидеть. То, что вот касается моды, красоты, это все очень так на любителя, да. Ну, просто лично для меня я говорю свое мнение, и мне кажется, что все-таки мнение, общаясь с мужчинами, мнение большинства мужчин. Ну, и возвращаясь к тому, что я сказала, да, что сейчас вот у общества такой потеря смыслов. И такой выбирается, достаточно примитивный такой путь. Вот просто заниматься каким-то украшательством, что-то там себе рисовать. При этом внутреннее наполнение, и об этом люди сейчас не заботятся. Кажется, что ты набил, ты какой-то там крутой, исключительный, но ты вообще не исключительный. Мне кажется, что это вот действительно, ну, как-то немножко так очень примитивно, честно говоря, смотрится. Особенно там какие-то имена набивают. Или там вот у меня знакомая, она там сама лазером, там много лет уже сводит и не может свистеть. И там периодически она видит людей, которые там Диснейленда там набили, каких-то там зверят на спине полностью. Или там Аполлоны на спине на спор набили, девушка набила. И теперь с этим всю жизнь жить, и никакие тебе ни майки не надеть, и всё остальное. Потому что она очень пожалела и очень стала всё этого стесняться. Тату – это такая вот уже вещь, которая на всю жизнь. Поэтому немножко, на мой личный взгляд, очень всё это примитивно, и люди идут по этому примитивному пути. Не наполняя себя внутренне, это вот от какой-то… Это же тату признали то, что у 70-ти там с чем-то процентов людей психологические проблемы могут быть. Там какое-то раздвоение личности или что-то такое. Вот есть, да, такой момент есть. У меня нет ни одной татушки. Что касается мата, ну это вообще тоже такой вот бич 21 века. Настолько развязная и свободная молодёжь, в том числе женщины. Мужчины тоже ругаются матом, но от женщин, конечно, это крайне непривычно слышать. И это тоже очень сильно отталкивает мужчин. Сразу это говорит о том, что она как пацанка, что она необразованная, да, некультурная. О чём можно разговаривать с этой женщиной, если она ругается матом. Ну то есть это как-то сразу, когда женщина ругается матом, её уровень в глазах мужчин просто моментально падает. Считаю, что этим нужно заниматься. Это абсолютно неправильно, что женщина ругается матом. Нужно обогащать, наоборот, словарный запас красивыми каким-то, может быть, возвышенными словами, но никак не такими. И я ехала как-то в общественном транспорте. Если не мат, то вот диалог такой, может быть, построен у женщины типа короче, ещё вот такая она немножко уже такая тоже мужественная. Вот если убрать остальные слова, то вот просто этих слов там пять, не знаю, там десять, да, то, что она хотела сказать. Остальное всё будет короче, типа, вот ты понял, да. Перехожу я уже к одежде, да, либо эта одежда, значит, сейчас у женщин мешковатая, да, кто-то просто брюки не снимает. Брюки вообще пошли, вот прям появились в тот момент, когда вот как раз-то тема феминизма нарисовалась. И тогда вот Коко Шанель начала шить брюки. И, знаете, вот, конечно, брюки это очень удобно, но вот и во многих странах, кстати, тоже уже можно женщину вообще, вот просто платье, просто крайне редко можно увидеть на женщине. Брюки это удобно, да, особенно когда холодно, действительно там, ну, юбка, может быть, не совсем. Но когда женщина постоянно в брюках, даже вот эта женственность пропадает. С самого детства девочку одевают платье, чтобы как раз-таки она понимала свою природу женскую. А брюки все это портят, и я тут видела, когда женщина шла с мужчиной, и она шла вот как модно, вот этот топик сейчас такой узенький. То есть вот два таких момента, либо одежда такая мешковатая, которая вообще не подчеркивает женственную фигуру женщины, либо вот топики, которые, да, и все тело открыто, и вот женщина шла с мужчиной, и я бы как мужчина просто даже женщину бы не допустила выйти так на улицу. Или там соцсети открываешь, и там вот много очень таких женщин, там, они как бы представляют себя такими обеспеченными, как будто вот у них богатые мужчины, кавалеры. При этом я не очень понимаю, зачем им, ну, все мужчины разрешают им светить в соцсетях все свои части тела. Мне кажется, что многим мужчинам это очень не нравится. Вот я представляю, она там посветила, да, такая вся наснималась, всем показала, и приходит домой, и мужчина ей говорит, какая она молодец. Ну, какая-то странная история. Вообще, зачем это делать, не очень понятно. Ну, и курение, конечно, вот такой третий очень важный пункт, который очень сильно отталкивает мужчин, когда они видят сигарету в руках женщины, что, кстати говоря, не очень-то и симпатично смотрится. Как-то вот женщине не идет сигарета, и мужчины просто практически все. Ну, я не слышала, чтобы мужчина говорил, мне нравится то, что моя женщина курит. Ну, как-то это странно, потому что женщина, она ассоциируется с тем, что она мама, будущая мама, да, что она, женщина, как бы, должно быть здоровой. И курение связано с тем, что это всегда вредит здоровью. И понятное дело, что когда женщина курит, то здесь уже может быть большой риск того, там, какой ребенок, ну, я думаю, ну, какой ребенок, да, родится. Ну, я думаю, что это все прекрасно понимают. Ну, и в целом могу сказать, почему в семье становится красивых женщин, а вот как раз вот даже если девушка или женщина красивое внешнее, лицо, да, очень такое привлекательное, но если, например, мужчина видит двух львов на икрах или, там, не знаю, черепа или что-то такое, то для мужчины просто уже даже внешне женщина не будет привлекательна, только вот просто лишь из-за этого. И, например, вот я ездила в последнее время общественным транспортом где-то два месяца, может, я раньше просто не замечала этого, но вот продолжают ухаживать за собой, хорошо выглядеть более взрослые женщины, а молодые стали как-то вот очень похожи как на Западе быть, не все, но уже как-то вот прослеживается вот эта тенденция, либо какая-то неухоженность, либо очень такая вот распущенность тоже фигуры, какой-то очень такой безвкусно одетый. И вот, кстати, вот к вопросу, как-то мне казалось, что наоборот у нас мужчин сейчас таких практически нету, а вот как раз поездив в общественном транспорте, я увидела, что мужчины-то как раз сейчас наоборот стали лучше выглядеть некоторых женщин, и следят за собой, и спортивные, и так одеты очень со вкусом, в общем, все в порядке с мужчинами становится, а вот женщины как-то наоборот, в противоположную сторону. Поэтому, да, меня как-то эта тема забеспокоила, все-таки мы вот были номер один, мы должны сохраниться номер один, у нас есть все для этого данные, и мы рождаемся с этим. Вот, так что вот такое видео, спасибо вам большое за просмотр, и увидимся уже на следующей неделе, до новых встреч, пока!